Всем привет, на себя JR, YouTube канал JR17. Сегодня у нас очередное видео, очередной шаг по строительству самодельного станка ЧПУ. Это у нас уже известная вам пластинка, основная пластина для оси Z, и именно на нее мы будем монтировать нашу шарико-винтовую пару. Сам винт имеет длину 250 мм, это общая длина, не длина резьбы. Длину резьбы я даже и не мерил, это уже не так существенно. Монтировать ШВП будем с помощью двух опор такого типа, это БК-10 и БФ-10. Ну и вот, как-то так оно выглядит. Кроме того, обрежем потом уже по нужному размеру нашу пластинку, что можно было бы сюда присобачить шаговый двигатель. Ну и вот, короче говоря, как-то так. Такого результата мы добьемся сегодня. Ну что ж, за работу! Итак, из чего мы стартуем? Здесь у нас две опоры, БК и БФ-10, то есть здесь диаметр внутренней подшипника 10 мм, здесь на конце 8 мм. Эти приспособления уже видели в предыдущих шагах наших. Ну и сейчас все выставили. Как раз там у нас, наверное, не видно. Ну вот, а нет, немножечко видать. То есть есть зазор между нашим креплением и самой алюминиевой или дюралевой плитой. Поэтому все вроде бы нормально. И сейчас первая наша задача, это затянуть болты крепления гайки, то есть чтобы зафиксировать ее уже на нужной высоте. Сделал я уже это, но сейчас попробую показать с другой стороны в макрорежиме, как все это выглядит. Ну и выглядит где-то так. То есть зазор между нашей ШВП и отверстием крепления сохраняется. Ничего там не будет нигде не тереть, не цепляться. Поэтому все вроде бы нормально. Зазоры соблюдены. Они есть, по крайней мере. Если что, можно будет их еще и подкорректировать потом. Болтики эти я уже затянул, насколько мог. Но я думаю, что нормально затянул. И следующая наша задача будет уже с этой стороны. Нужно будет нам определить позицию вот этого держателя BF-10. Сейчас попробуем это сделать. Выберем ту позицию, то положение держателя, которое нам в принципе нужно. Ну и сейчас посмотрим, подумаем, какое оно нам в принципе и нужно. Итак, что сделали дальше. Решил я здесь не выдумывать и эту опору выставить вровень с насчетным держателем вала. Ну, здесь немножечко осветление не позволяет видеть, но потом вы это увидите. И что делаем дальше. Прихватил двумя струбцинками. Каретка в этот момент была в крайнем положении. Здесь немножечко отступил по резьбе. То есть здесь резьба окончается, где-то миллиметра три. Оставил для этой опоры, чтобы можно было как-то немножечко дотянуть вот этой гайкой. Сейчас гайка зафиксирована именно в таком положении для лучшей регулировки. Ну а потом, когда все установим, здесь поставим стопорное кольцо. Здесь гайку уже накрутим до конца. Натянем немножечко шилпешку нашу. Ну и как-то так. Ну пока, не знаю, может проверить, как там оно все крутится. Вроде бы идет легко. Вроде бы нормально. Сейчас ставим каретку в такое положение, чтобы можно было сюда влезть сверлом и сделать метки. То есть метки делаем, как всегда, по диагонали. Сначала это отверстие, а потом уже это. Делаем метки, сверлим. Потом собираем все еще раз. Проверяем. Если все нормально, тогда сверлим остальные отверстия. Ну здесь просто можно было бы тоже зафиксировать струбцинами, но таких струбцин у меня нет. И немножечко с этим как-то небольшой дискомфортик получился. Ну и короче говоря, короче говоря, как-то так. Все, делаем метки и рассверливаем отверстия. Ну что ж, дорогие друзья, не обошлось без приколов. Короче говоря, попробовал наметить. Смотрю, сверло вроде как-то и идет. Вот, и получилось просверлить сразу все на месте. То есть сверло шестерочка. Все отверстия просверлил. Стремно, конечно, немножечко вот эта вот стружка алюминиевая. Не хотелось бы, чтобы она куда-то попала. Хотя везде вроде пыльники, везде защиты. Но все-таки стараемся делать все это дело аккуратно. Лишний раз не двигать. Потом все нужно будет аккуратненько очистить щеточками. Ну и вообще чем попало. Короче говоря, наметил все отверстия. Потом эти отверстия, которые у нас в пластинке нашей, расцверлю еще до 6,8. До диаметра 6,8 миллиметров. Ну а так, если посмотреть, вроде бы, как-то бы и нормально. Не хочется, конечно, лишний раз двигать все это дело, но как-то так. Этот конец у нас не закреплен, поэтому сейчас щелчок. Ну и немножко неудобно табуретке. Ну, короче говоря, как-то так. Я думаю, что будет нормально. Кроме того, рассверлим наши отверстия под немножечко большие диаметры. И уже эти крепежные болты, которые у нас есть здесь, шестерки, будем затягивать одновременно с натяжением нашей ШВП. Вот, короче говоря, как-то так. То есть получилось довольно-таки, довольно-таки, вроде бы, неплохо и не так уж сложно. Но единственный момент, это, конечно, стружка. Кто будет делать не в квартире вечерями, как я, а в мастерской, можно сразу все это дело выдувать и будет спокойствие. Ну, короче говоря, вообще-то как-то так. Осталось нам досверлить только уже отверстие на самом уголке, на который прикручивается наша гаечка ШВПшная. Ну и вот, короче говоря, как-то так. Я думаю, что будет неплохо. Вроде нигде не клинит, не заедает. Нужно будет все-таки все потом смазать. Рабочий ход получился где-то 12 с копейками миллиметров. Но это, конечно, еще не окончательные данные. Посмотрим, когда уже все нормально поставим, прикрутим. Тогда посмотрим, сколько у нас будет рабочего хода. Ну и вот, короче говоря, как-то так. Дальше нужно будет уже отпилить здесь пластинку нашу, переделать крепление двигателя шагового. Ну и дальше будем посмотреть, поставить уже этот переходник-соединитель демпфер и пробовать что-то двигать. Ну, я думаю, что в принципе здесь ничего сложного. Второй вариант можно было бы делать. Намечать отверстие, как мы делали в предыдущих шагах. Но получилось, так как получилось, решил я лишний раз не заниматься ерундой. Получилось просверлить нормально. Ну и получилось. Рассверлим под 6,8, будет все четенько. Поэтому с этим видео, наверное, все. Я думаю, что все понятно. Пожелания, комментарии, свои мысли, свое мнение по всему этому поводу безобразия. И по поводу этого всего церка прошу комментарии. Вот так вот эта вся трахамудья выглядит. Очень хорошо негативные отзывы, конечно. Напишите, какой ерундой я маюсь, что все делаю неправильно. Вот это мне особенно нравится читать. Правда, отвечать не очень хочется. Поэтому уже как бы не обижайтесь. Ну что ж, с этим видео все. Очень, очень рад, что вы досмотрели его до конца. Поэтому всего вам наилучшего. Спасибо за внимание. До новых встреч. Счастливенько. Счастливенько.